Травка зелёная, солнышко светит, мы живы, о чём вообще можно мечтать? Ну так, для боя нам это хватит минуты на три. А для того, чтобы нормализовать власть, в общем-то, в принципе, достаточно. Сломалась ходовая часть танка, танк не едет. Мы не будем его ремонтировать, сегодня мы его отремонтируем после победы. Какая нахрен победа, если у вас танк не едет? Какая нахрен победа, если у вас шайбу министр обороны? Вы знаете, как неразивый ученик, видит учебник, кличком толстый, А чего надо странички вырвать, чтобы был потоньше? Ну вот, если каждый человек страничка, как странички вырвать, ну так и вырвать. Добрый день, дорогие друзья. Традиционные беседы с депутатом Госдумы, экономистами, партия «Справедливая Россия патриота за правду» Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Геннадьевич, начнём с самого обширного, глобального, но востребованного вопроса. Народ спрашивает, когда и как всё это уже закончится. Так и хочется процитировать Владимира Владимировича Путина, что ещё ничего не начиналось. То есть мы чуть ничего не начинали. Вот я не знаю, как это закончится. Я думаю, что острая фаза боевых действий где-то к концу весны закончится. Так или иначе. Нужно понимать, что зиму Украина продержится. На самолюбии, в конце концов. При этом единственное место, если мы будем делать всё правильно, единственное место, где будет тепло и где будет еда, это будет армия. Это будет повышать боеспособность, а не понижать её. Если мы всё будем делать неправильно, то у них вовсе всё будет замечательно. Дальше наступит весна, дальше будет эйфория, что сейчас мы, как обычно, пережили зиму, сейчас всё будет нормально. Травка зелёная, солнышко светит, мы живы, о чём вообще можно мечтать. И понадобится некоторое время для того, чтобы понять, что понятие СОО пошло на истощение. Я этот замысел не поддерживал, я не говорю, что это вообще был замысел, но так или иначе она пошла на истощение. А в этом отношении у нас лучшие позиции, чем не только у Украины, но и чем у Запада в целом. Мировой экономический кризис работает на нас. Правда, наши одичалы категорически не хотят жить, категорически делают всё для того, чтобы поскорее, так сказать, умереть. И в этом отношении наши одичалы могут оказаться даже сильнее экономического кризиса и устроить у нас февраль значительно раньше, чем мир окончательно ляжет в глобальной депрессии. На это наши одичалы вполне способны. То есть даже если закончится спецоперация, мы перестанем нести людские потери, но тем не менее мы сразу же войдём в кризис? Нет, мы на самом деле в кризисе вместе со всем миром. И мы в кризисе в своём собственном отдельном. Просто поскольку мы несем людские потери, мы меньше думаем о потере в заработной плате. Но смею вас заверить, когда люди с линии фронта связываются со своими близкими, которые находятся в Тулу, то охреневают не только те, кто находятся в Тулу, от того, как у армии всё есть, позволяю себе процитировать заявление Министерства обороны близко к тексту, но и люди, которые находятся на фронте, подают в состояние близкое к нерване, от того, как отрогательно заботится российская одичала и бюрократия о близких родственных союз защитников. И ситуация, когда людям на линии фронта раздают по 4 магазина, или там в одном месте по 6 магазинов раздали, ящик, хорошо, 2 ящика на роту, они смотрят друг на друга и говорят, ну так, для боя нам это хватит минуты на 3. А для того, чтобы нормализовать власть, в общем-то, в принципе, достаточно. Спасибо, товарищи офицеры, мы вашу команду вы поняли. За эти выходные, Михаил Геннадьевич, загадочная смерть министра иностранных дел Беларуси Макея, которого мы периодично упоминали в наших роликах. Макей был человеком абсолютно, с моей точки зрения, либеральным. И я, конечно, понимаю, что для Беларуси, для белорусского государства, это безвозвратная утрата, и я приношу им свои глубочайшие соболезни. Но Господь Бог извинился перед Белоруссией за безвременную смерть Машир. Таким образом. Мне такое ощущение. Вы не подозреваете, что это чей-то злой умысел? Встречался с послом Ватикана? Что-то еще? Знаете, мы этого не знаем. По очень простой причине. Нет никакой информации вообще. Это может быть инфаркт. Это может быть оторвался тромб. Это может быть поскользнулся в ваню. Я знал человека, который в возрасте 22 лет упал во сне с кроватки и погиб. Вот. Это может быть любой злой умысел. Это может быть любая случайность. Мы ничего не знаем о его состоянии. Здоровье тысячи трех людей в моей жизни с мертвым взглядом. Я с ним общался. Я даже имел честь дать ему советы, которым... Ну, я думаю, что не я один давал таких советов. Многие другие белорусские государства последовало в 2010 году, когда они резко изменили стратегию борьбы с протестами и в итоге выиграли. Но этот человек производил впечатление инструмента связи за. Вот так вот. И то, что эта связь, очень дверительная связь, очень глубокая связь, то, что эта связь, скажем так, теперь стала слабее, я думаю, что это лучше для Беларуси. Я считаю так. Вероятность предательства снизилась. В Казахстане в это же самое время прошла попытка протестов. Впервые с января вывели 300 человек. Пришлось даже в центре города отключить интернет. В Казахстане. Алматы – это юг у нас? Юг. Значит, Астана. Ну, понятно, это столица. Но, знаете, 300 человек для 17 или сколько там, 19 уже миллионов Казахстана. Простите, это вообще ни о чем. Тем более, что Астана – город абсолютно огромный, разбросанный. Там огромные пространства. 300 человек в Астане осмотрелись, я думаю, как два бомжа на остановке. Все в моем критическом отношении к нынешним казахстанским властям. Точнее, наверное, уже казахским, правильно говоря. Речь идет о том, что постепенно казахстанская либеральная оппозиция говорит о том, что пора проводить Майдан, и они вот начинают прощупывать почву. Это раскачка. Там сложная игра, на самом деле. Потому что январская попытка Путча, обратите внимание, нашла с лозунгами против Назарбаева, никто ни звука не сдавал против Такаева. Так что, возможно, чтобы было два двигателя этого госпереворота, просто Такаев показался хитрее Майсимовой. Или, может быть, выезднее Майсимовой. И мы, на самом деле, введя войска, а потом, как зайки послушно их вывезя, что, в общем-то, больше унижения России вообразить себе было нельзя, даже несмотря на все последующие события. Мы просто защитили американские инвестиции от английской попытки их захвата. Вот и все. Возможно, сейчас англичане пытаются взять реванш еще раз. А возможно, это попытка окончательно оторвать Казахстан от России, сделать ту русофобию, которая сейчас скрывается в корыстных целях, сделать ее открытой государственной политикой, как на Украине. Я вполне допускаю, что такие интересы есть, такие стремления есть. Я не сомневаюсь, что исламисты вступят в союз с либералами. У нас эта попытка была. У меня даже книжка есть на эту тему про оранжево-зеленую революцию. Вот даже две книжки. А в нулевые годы и в 2011 году были изданы. Но это не то, что нас сейчас вообще должно заботиться. Казахстан занял очень жесткую антироссийскую политику. Казахстан формально присоединился к санкциям. Но наши силы сейчас должны быть поглощены оздоровлением российского государства, оздоровлением российского министерства обороны в первую очередь. Согласен. Мы сейчас перейдем к вопросам наших внутренних. Позиция «Будем решать проблемы после победы», которую иногда озвучивает Минобороны, означает, что люди, которые это высказывают, они подсознательно желают, чтобы не было никакой победы. И они делают для этого все. Это очень интересный логический ход. Да, да. Если после победы будут разборки, нам победа не нужна. Грубо говоря, у вас сломалась ходовая часть танка. Танк не едет. Вместо того, чтобы его ремонтировать, вы говорите, мы не будем его ремонтировать. Сегодня мы его отремонтируем после победы. Какая нахрен победа, если у вас танк не едет? Какая нахрен победа, если у вас Шойгу министр обороны? Почему? Жестко, Михаил Игнатьевич, не боится в Шойгу какой-то мести? Знаете, вообще-то говорят, сейчас люди на фронте погибают. Люди на фронте сейчас погибают. Погибают уже много месяцев. В том числе погибают много месяцев от замечательного военного снабжения. От замечательного снабжения вооружения. Как человек, в который попал снаряд. Выглядит ли? Нет, не хочу. В Китае массовые погромы, даже столкновения с полицией. Фиксируются очередные рекордные показатели заболеваемости. К нам возвращается эта еще тема. То есть, как только у нас закончится спецоперация, мы вернемся в режим локдаунов? Знаете, у нас очень много сейчас попыток качнуть в режим локдаун. Ну, несколько было маленьких. И они все гасились. Я думаю, что на это у действующей бархатии мозга хватает. Что касается завершения режима спецоперации, я думаю, что это произойдет уже после выздоровления российской государственности. Надеюсь, что это будет в рамках действующего законодательства. И товарищ Мурашко, Воликова, Гейнсбурги, Проценки, все эти Скворцовы, они будут, в общем, уже очень далеко от инструментов принять решение. В Иране тоже продолжаются протесты. По данным ООН, там арестовано было уже 15 тысяч человек. Я перечисляю те страны, изменения ситуации, в которых так или иначе может сказаться на нас. Казахстан, Белоруссия, Китай, Иран. Когда в Китае локдаун не грозит, в источении ситуации, это скорее борьба за усугубление глобального кризиса. Вот так, скорее. Причем Китай, в общем, не вполне против усугубления глобального кризиса. А кому выгодно усугублять кризис? Глобальный управляющий класс, там есть две основные группировки, интересы которых совпадают. Финансовые спекулянты – это умирающий класс, который живет сейчас по принципу уходя, гасите всех, как и наши, так сказать, одичалые строители блатного феодализма. Другое дело, что наши одичалые строители блатного феодализма, у них воля к смерти неосознанна, потому что, так сказать, у них рефлексии нет, мозга нет, грубо говоря. У них есть классовое не самосознание, а классовое самоочущение. Поэтому, когда говорят, что вот, когда же вы проснетесь, когда у вас проснется интенс самосохранение, ребят, марксизм изучайте, интенс самосохранение у них не проснется, потому что он подавлен классовым инстинктом. Как у честного представителя класса, он свое личное жертвует в интересах общего. И свой личный инстинкт самосохранения, он жертвует в интересах классового общего инстинкта. То, что классовый инстинкт ведет только к самоубийству, но это деталь. К общественному самоубийству, точнее. На глобальном управляющем финансово-спекулятивном классе рефлексии существуют отсюда все эти идеи ликвидации населения, о том, что нам нужно не 8 миллиардов, а 800 миллионов и так далее. А это исходя из того, что мир стал слишком сложным. Одно из проявлений того, что класс уходит, то, что мир становится на него слишком сложным. Он перестает ориентироваться. Естественно, есть даже закон специальный, социальная тема, он сложно формулируется. Если для вас мир слишком сложный, вы пытаетесь его упростить. Ну, прокурс-то волошу. Голову отпилить или ноги, важно, чтобы вы были по размеру. Соответственно, это стремление к разрушению, потому что, понятно, что никакой вирусной среде не сократит, а вот как система жизнеобеспечения сократит очень даже элегантно. С другой стороны, восходящий класс – это капитал социальных платформ. Но в сегодняшнем мире человек, ну, по крайней мере, по моей гипотезе, является инструментом, который производит цифровые следы для тренировки искусственного интеллекта. Нам даже Владимир Владимирович Путин успел перед коронавирусом объяснить, что главный фактор конкурентоспособности – это искусственный интеллект. В общем, вполне правильно объяснил. Кстати говоря, если уж коснулись темы социальных платформ, в Америке сейчас очень активно идут сокращения в этих крупнейших социальных сетях. Это другое. Это ликвидация паразитизма мелких менеджеров. Это вот все эти творческие дебилы, которые сделали твиттер неуправляемой структурой, которая оказалась на грани самоубийства из-за бюрократического маразма. Приходит Улон Маск, смотрит на этот разврат. Итак, ребят, я понимаю, что здесь публичный дом, но что здесь делают эти замшевые коряги? Что вы с ними творите? Там в сумме уже 200 тысяч человек уволили. Это не только твиттер. 200 тысяч человек. Там и Цукерберг своих увольняет, и другие тоже. От Цукерберга попал в ту самую ловушку безумного административного восторга, что и твиттер просто обошлось без смены начисто. А он стал строить под новую вселенную на основании того, что я великий, и люди будут делать ту глупость, которую я им продиктую, потому что я хозяин их мозга. Но выяснилось, что забегать вперед немножко нехорошо. Ну, то есть это не загнивание цифровиков? У них еще все будет хорошо? Это один из многих кризисов просто. Это когда вы набираете персонал для того, чтобы развиваться во все стороны. Дальше выясняется, что вы развиваетесь в две стороны, а остальные 10 вам в общем не нужны. И вы этот персонал увольняете. Это кризис русский. Ну, с моей, опять-таки, точки зрения. Может быть, через полгодика посмотрим, окажется, что я ошибусь. Но я, честно говоря, ими не занимался уже полгода глубоко. Но так, на вскидку, в общем, выглядит, как обычный кризис. Как корпорация расширяется, расширяется стихийно, здесь получается, здесь не получается. Значит, те, у кого не получается, они лузеры, мы их ликвидируем. Хорошо, все-таки про Иран. Там набирают силу протесты, там 15 тысяч человек было арестовано. Иран будет ликвидировать, хотя в Китае не получилось, с Индией невозможно. А Китай, наш партнер, он, так сказать, нам технику поставляет. Великая промышленная держава, Иран. Надо ликвидировать. При этом Иран внутри очень неоднороден. Есть Азербайджан, там больше азербайджанцев живет, чем в Азербайджане. А там Белуджистан огромный совершенно. Там арабы, их не очень много, но они живут именно там, где нефть. Так что там в этническом плане все довольно сложно. Арабы всегда тянутся к нефти, получается, да? Нет, в Ордании, по-моему, без нефти. Хотя там тоже что-то у них есть, но немножко. Почему Моисеев 40 лет водил евреев в пустыню? Да он просто искал единственное место, где нет нефти. Что касается Киргизии, там очень ярко выступил на этой неделе спикер парламента. Он заявил, что надо срочно избавиться от всех русскоязычных названий в топонимике, в улицах. Киргиз должен обращаться к киргизу только на киргизском языке. Вот это вот что, зачем прямо сейчас. Вот, честно говоря, вот эта вся Белоруссия, Иран, Китай, Казахстан, Киргизия. На меня производит впечатление, что это прям кто-то координирует по всему периоду. Плана на конду никто не отменял. Я не уверен, что Белоруссия в этом виду правильно стоит, но плана на конду никто не отменял. А с другой стороны, все эти дикие феодальные, это комплимент феодальный, потому что основно родоплеменные абаи, они, естественно, смотрят на Россию. И как только Россия начинает ослабеть, они начинают ее грызть, виляя хвостиком и надеясь, что кто-нибудь из-за этого бросит дополнительную косточку. В Киргизии лютая нищета. Уже 10 лет там рост лютого национализма. Причем там исламизм замешан на национализме. Общее отношение к России среди националистов позволило смягчить конфликт между равнинными и горными киргизами, которые до этого были основой, так сказать, в существовании этого замечательного государства. Ну и поскольку Россию управляют люди, которые производят впечатление огна для плевков или тряпки для вытирания пола, ну, можно посмотреть, что отвечал МИД на предыдущие эскапады, можно посмотреть, как Россия войска вывела из Казахстана. Но оскорблять русских и унижать русских – это единственный рентабельный бизнес, доступный политическим литам Средней Азии, потому что все, что можно было продать в своих странах, они уже продали. Вернее, все, что хотели купить в их странах. Ну, плюс еще торговля наркотиками, но, как я понимаю, здесь тоже все довольно неплохо. То есть единственный бизнес, который им остался доступен из тех, которые можно расширять, это не продажа наркотиков в Россию, а это оскорбление России. Я думаю, что после такого заявления, если бы Россия была, скажем, Англией или Кубой, или Узбекистаном, то есть страной, которая уважает себя, государство, которое уважает свою страну и ненавидит свой народ и истребляет его, а уважает свой народ. Я думаю, что после этого все киргизы Российской Федерации, встроенными рядами, поехали бы в Ишкеку и до регулирования ситуации с киргизской властью пребывали бы там. А там мы посмотрели бы, раз бы их на работу обратно или нет. Я думаю, что следующее заявление киргизских властей было бы... Простите, пожалуйста, а у нас не было никогда такого политика у человека. Вы с чего взяли? Вы с чего цитируете? У нас никогда не было такого человека в стране. Просто никогда не было. Что вы говорите, что у нас был спикером проладен? Я бою. Никто его не помнит, никто его никогда не видел. Вот так тряпочки какие-то кровавые валяются на заднем дворе. Мы здесь ни при чем. Спасибо за пояснение. Спасибо за концепцию восстановления... Добрососедских отношений. Добрососедских отношений. А переходим к внутренним вопросам. Насколько можно отделить сейчас внутреннее от внешнего. Поддубный пишет. Если информация об искусственных затруднениях для поставщиков гражданской продукции и товаров двойного назначения, которые восполняют пробелы в снабжении родной армии, которые исправляют ошибки Министерства обороны, подтвердятся, то это будет означать лишь одно. Решение преступное, играющее на руку противнику. Опять, Михаил Геннадьевич, нельзя доставить так называемые товары двойного назначения, бронежилеты, квадрокоптеры, потому что, ну, ведь их могут использовать в ходе боевых действий. Девять месяцев идет спецоперация, и снова волонтеры с этим сталкиваются. А вы меня там про Шойгу что спрашивали? Не боитесь ли вы его мести? А, да. Так может, это не Шойгу делать? Может, это кто-то другой, таможник? Кто у нас за таможник отвечает? Слушайте, вы понимаете, что если таможник делает что-то не то человеку, который едет в танки, то у нас после этого должна возникать единственная проблема – отстройка нового здания таможника. А если это является проблемой для человека, который едет в танки, то он не должен ехать в танки, а он должен, извиняюсь, облизывать своим шершавым языком гученицы этого танка, чтобы они не зажали. Звучит жестко, конечно. А, простите, а я это не у подобного читал, я это у рубаря читал, без всяких «если» вот за пять минут до нашего эфира. Но это преступное указание, преступное указание. Кто-то против него возразил, да нет, против него уже много месяцев никто не возражает. Потому что эти же проблемы, они же постоянно возникают. И фамилии публиковались публично, да, тех, кто это делает, соответствующих руководителей. А потом эти же самые люди из Министерства обороны, знаете, в связи с трудностями снабжения наших войск на освобожденных территориях мы осуществляем еще одно победоносное спрямление линии фронта. Спрямление линии фронта, если кто-то забыл, это немецкая пропаганда лет 44-го года после операции «Баллитю». Все помнят. То есть у нас сейчас… Все в школе учились, мы это в школе проводили. Вот ровно этот термин, спрямление линии фронта. И очень хорошо, как нам учить в истории рассказы, с веселым смехом. То есть у нас сейчас подобная ситуация. Перегруппировки – это то самое, что у Германии было 44-го года. Я говорю, что это то же самое. Я говорю, что пропаганда заимствует свои лучшие образцы оттуда. Ну, вероятно, в силу определенного уровня интеллектуального и культурного развития. Помните, машинистка Гави в 17 мгновениях весны печатала. Я очень хорошо помню, что она печатала. Печатала – наши успехи неоспоримы. А потом спрашивают, чего украинцы так бодро скачут. А вот поэтому они так бодро и скачут. «Транснефть» заявила, что получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку нефти. Украина выставляет счет на оплату своего восстановления, на оплату хотелок украинских олигархов и чиновников. Мы будем это оплачивать, я так понимаю, бодро и дальше. Я честно аплодирую «Укртранснафте». Ну, слушайте, понимаете, в сегодняшних условиях то, что эти уроды прокачивают по территории Украины газ и платят в два раза больше, чем за то, потому что Украина половину газа не берет, а берет за транзит двойных объемов газа. А это к этому уже все приберись. Мы, оказывается, еще гипс по ее территории прокачиваем. Сейчас скоро еще и мяк начнем прокачивать по ее территории. Ну, слушайте, если вы выглядите как поститутка, если вы ведете себя как поститутка, если вы разговариваете как поститутка, ну, наверное, не стоит удивляться, если к вам относятся как к поститутке. Это не про коротенькую юбочку. Ну, я аплодирую «Укртранснафте». Я бы на их месте еще попросил бы выплатить репарнационные сборы. Наш же старый представитель спецслужб, какой-то очень старый КГБшник возглавляет транснефть, я думаю, что он с большим удовольствием заплатит. Из наших с вами денег. Поскольку транснефть – это государственная компания. Михаил Евгеньевич, вообще есть какие-то шансы, что наши 320 миллиардов долларов, которые заморозили на Западе, что они к нам вернутся? Потому что до сих пор идут споры. Я почему-то… Да, и что значит спор? Огромная часть этих денег вернется к нам снарядами, вернется к нам деревянными группами, вернется к нам хлопками газа и пожарами на цветочных станциях, на цветочных складах. Этот цветочный склад в Москве на Косомольске горел лучше, чем любое нефтехранилище. Я не знаю, что там на этом складе цветов хранилось. Может, правда, какая-нибудь техническая преступная группировка собиралась уже власть в Москве брать? Тогда понятно, если у них там склад оружия был. А так, как цветы могут так гореть? Простите, я понимаю, что там много целлофана, и много жидкостей для ухаживания, но не до такой жести. Михаил Игоревич, я напоминаю, что знаменитый подрыв Крымского Керченского моста был осуществлен тоже благодаря удобрениям. Поэтому кто знает? Ну, слушайте, все-таки удобрение редко… Не, аммиачная селитра, она не горит, она взрывается все-таки при всем уважении. Вот, то есть… Извините, напомните, пожалуйста, вопрос, потому что я еще не совсем отошел от гриппа. Понимаю, Михаил Игоревич, мы все желаем вам однозначно выздоровления. Укр, транс, нафта теперь будет больше денег получать, а в связи с этим вопрос 320 миллиардов долларов. Да, в связи с этим вопрос 320 миллиардов долларов. Безусловно, огромная часть этих денег вернется к нам с нарядами, вернется к нам в зимырси. Почему? Ну, американцы, то, что украли они, они оставляют у себя. Потому что украденные деньги – это деньги, которые являются ресурсом для банковской системы. То есть банка не может эти деньги потратить, но может использовать их как базу для выдачи кредитов. То есть один доллар у них лежит, значит, 8 долларов в кредитах они выдать могут, грубо говоря. Ну, допустим, что эти деньги, они не очень ликвидны, поэтому не 8 долларов, а 3 доллара или 4, но все равно могут выдать кредит. Но это укрепляет конкурентоспособность США. Зачем американцам укреплять конкурентоспособность европейцев, которые, так сказать, другие основные его? Поэтому они требуют от европейцев, чтобы те свои деньги отдали украинцам для того, чтобы украинцы, ну, у нас деньги. Отдали украинцам для того, чтобы украинские фашисты могли с нами на эти деньги воевать. Естественно, у украинцев эти деньги задержатся только то, что к рукам придут. А все остальное немедленно уйдет в Америку, в Англию, счетовое возмещение долгов. Но поскольку американцы используют это для развития своего ОПК, то понятно, что эти деньги, так сказать, вернутся в Россию снарядами, которые здесь будут рваться на российских территориях. И не только на новых территориях, но и на старых территориях. А вернутся работы диверсионных групп, вернется работа определенных политиков, которые сейчас надувают щеки на ширину плеч и кричат, что нельзя критиковать Министерство обороны, потому что оно святое, это наше все. Дождитесь победы, уже после победы будете заводить танки, ремонтировать вашу технику, приводить чувства ваших начальников. Это все будет нам возвращаться этим образом. А если вы имеете в виду, что какой-то придурок на Западе может вернуть украденное просто так, вы знаете, я не встречал воров, которые возвращали украденное просто так. У них работа другая. Михаил Иванович, а вы часто встречаете воров? Ну, вы знаете, довольно часто. Я же экономист, простите. Я же экономист. К тому же вы еще и депутат, Михаил Иванович. Это уже не сказано. Но должен сказать, что в Государственной Думе людей, которых нужно отнести к этой категории, практически не осталось из-за последних. Что там можно взять? Чашки из быщетов есть. А что же они там все делают-то? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Пишут, трагедия Хуснулина. Рынок жилья остановился и резко пошел вниз. Россия не голосует рублем и уже не верят ничему и никому. Деньги в банке – лучший способ защиты в трудные годы. Застройщики запускают различные акции. Владельцы вторичного жилья готовы скинуть 13% за быстрое проведение сделки. Михаил Иванович, наша... 13%. Нет, 13% – это не за быстрое проведение сделки. 13% – это, судя по всему, за проведение сделки в обход налогов. Так вот, по порядку величин. Если серьезно, Михаил Иванович, какие перспективы у российского строительного сектора? Ну, какие прекрасные перспективы? Бум! И 5! Или там сколько? 15 или 30, не знаю, миллионов безработных. Вот много старбайтов. В лучшем случае с ножами, заточка. Позитивно, оптимистично. Нет, ну подождите, но это было ясно с самого начала. Что кто-то не понимал, что введение боевых действий – это снижение уровня жизни, скажем так, основной части населения стран. просто по порядку величин, просто потому, что когда вы думаете о том, не убьют ли вашего близкого человека, вы, извиняюсь, меньше потребляете. Вам не до потребления. Вам не до этого. У вас другие ценности в жизни возникают. Да? Соответственно, вы меньше думаете о квартирах, вы меньше думаете о недвижимости. Дальше, дальше была, как бы, льготную ипотеку мы протянули, до сих пор тянут новое в относительно меньших масштабах, потому что цены-то растут. Дальше никто не борется с произволом монополии. Все девелоперы задрали цен выше небес. Ну, так вы задрали цен выше небес, а вы монополисты, а теперь вы плачете, что никто не покупает по этим безумно задранным ценам, потому что вы уже не задрали, вы же монополисты, вы уже злоупотребляете в монопольном положении и считаете, что это основа вашей жизни. Если вы ведете себя как конченный паразит, так не надо думать, что, насосавшись кровью, вы не лопнете. Дальше, если строить человейники из фекалий и палок, как во многих местах, даже в Москве, если вы считаете, что нужно передавать управление структурам, которые производят впечатление то ли бандитов, то ли животных, как некоторые московские застройщики передают, из трех букв. И это не х, у и у, это другие слова. Простите, пожалуйста. А чего вы хотите? Чего вы хотите? С одной стороны, у людей нет денег, а с другой ценой, это цена задранных в Поднебесье. А чего вы хотите? А при этом у нас весь этот год и все время коронавистие у нас бодренненько отсчитывалось от стройки, потому что стройку поддерживали за счет ипотеки, стройку поддерживали за счет чиновничьего воровства, чиновникам особо было больше некуда вкладывать. Ну и, наконец, этот год стройка достраивалась. Уже не было снижения объема, войдя в его жилье, все дружно радовались, как прекрасно строительный комплекс переживает кризис. Просто при определенном уровне оденчалости люди не понимают, что стройка осуществляется не одну минуту. Когда вы строите дом, это время. Вот если вы дом заложили, половину построили, вам уже дешевле достроить, чем консервировать. Просто дешевле. Вот и все. Михаил Ильич, если бы вам сейчас понадобилось покупать квартиру, ваше действие, ждать, покупать. Я бы ее не покупал. Я бы подождал. И второй вариант. Я охотился бы за паническими продажами, потому что довольно много людей уехало, много обеспеченных людей уехало. И они сейчас, что называется, скидывают свою недвижку в Россию, чтобы как-то прожить там. И у меня есть знакомые, которые купили приличные дома на рублевке по низким ценам или в местах приравненных к рублевке по низким ценам. Я вижу некоторые элитные места в Москве, которые в реальности подешевели уже на 10%. Это формальная цена, которая выставлена. Это цены, где не торговаться. У меня сейчас, к сожалению, денег нет никаких, потому что есть в Москве, что купить, в общем-то, с точки зрения именно качества жизни. Но в любом случае сейчас покупать не надо, надо покупать через годик. Через годик? Конечно. Если все будет очень хорошо, если все будет очень плохо, нужно еще будет подождать. Очень хорошо это как? Начнется восстановление российской экономики. Танк отремонтируют на полдороги. Потом поедем дальше. Так что самый оптимистичный вариант, если начнется какое-то оздоровление России, и через год мы достигнем дна кризиса. Да. Ну, август подождать, в августе осмотреться, повнимательнее посмотреть, что куда как. Потому что, понимаете, недвижимость в кризисе – это пассив, это неоптимизм. Налоги, коммуналка, защита от соседей, защита от стаи гастарбайтеров, которые у нас скоро будут по улицам бегать при таком-то МВД, как сейчас. Чего вы хотите? У нас МВД новую инициативу все-таки ввело. Сафари медицинская на дорогах. Они закон исправили, он теперь не так паскудно выглядит, как раньше. Но он все равно сохраняет возможность того, что, значит, человеку, у которого там какое-то плохое состояние здоровья, его все равно могут отловить на дороге. А это не прописано прямо. Более того, прописаны некоторые страхующие от этого механизмы, но механизма все равно недостаточно. А с другой стороны, ну вот, вызвали вы к врачу, у вас сердечный приступ. Сердеврач к вам пришел, все, сердечный приступ, все, купировал, все в порядке, вы здоровы, бегаете дальше, работаете. И вдруг вы водителем работаете. И вдруг вам приходится письмо считать, что другой товарищ, вы знаете, у вас был сердечный приступ, поэтому вы лишаете права управлять вашей машиной. Это не важно, что вы сейчас здоровы. Вы в течение двух месяцев должны попасть к профессиональному кардиологу из списка. Он посмотрит вас, если он вам разрешит, вы будете работать дальше. А у нас даже в Москве, благодаря оптимизации здравого захоронения, спасибо Собянину и Мурашко, за два месяца попасть к профильному врачу иногда невозможно. А если вы водите грузы, скажем, на югах, по Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, то в день вы будете терять 1080 рублей. Это не те деньги, которые вы, так сказать, в карман вкладываете. Те деньги, которые вам на поддержку машины, на ремонт машины, на заправку, на водителей-сменщиков и так далее. Нет слов о дни эмоции. Вот вообще, чтобы таких законов не принимали, что нам нужно? Развитая профсоюзная система, которая готова забастовки устраивать, или что? Эта деталь. Нам нужно государству, которое считает, что оно должно служить народу, а не стремлять народу. Вот это проблема целеполагания государства. Ну что, при советской власти была развитая профсоюзная система? Ну да, конечно. В каждом рисунке ВЦС-ПС. Не смешите меня. ВЦС-ПС, как бы, понятно, что по сравнению с КГБ, с КПСС, он был никто, даже с ВЛКС, он был никто, и звать его было никак. Но он был во всей стране, реально, кое-где защищал права людей. Я просто помню историю. Почему? Потому что государство считало, что его задача это развивать страну, а не уничтожать. А если государство считает обратно, то любой профсоюз будет, так сказать, раскассирован и посажен в течение 15 минут. У нас есть города и предприятия, в которых профсоюзы подпольны. Ну, собственно, председатель профсоюза Курьер Кирилл Украинцев. Непонятно, почему же полгода находится в заключении. Я даже не могу назвать название нелегальных профсоюзов, только я знаю, как человек, который возглавляется в профсоюзах России, потому что просто легко вычислить, через кого я их знаю. И законспирированные профсоюзные, так сказать, выжики, которые сейчас ведут подпольную борьбу в нашей стране, как в оккупированной стране, против олигархата за защиту минимальных неправых граждан, они просто в лучшем случае не улетят с работы с лучшим берегом. В лучшем случае. А худшим будет, как с Макеем. Извините. Следующая новость меня, честно говоря, повергла в недоумение. Даже не гнев, не злость, я просто независимая газета написала, не знаю, иностранный агент они или нет еще. Оплата наркотиков и проституток в структуре расходов занимает 4-5%. Это соответствует расходам на бытовую технику, подсчитал Росстат. Ежегодный объем затрат на наркотики в целом по России составляет 1,5 триллиона рублей, что сравнимо с объемом годового бюджета Министерства обороны РФ. Говорил 5 лет назад тогдашний глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. А, так после этого у нас эту услугу были квизированы, я просто упоминаю. По его данным, объем средств от продаж наркотиков, которые отмываются в российских банках, составляет около 20 миллиардов долларов. Эти оценки смело можно считать на сегодняшний день минимальными. По данным МВД на 13-й год, в занятия проституции в России были вовлечены 1 миллион человек, а сами работники сферы интимуслуг называют в 3 раза большую цифру. У нас 3 миллиона человек. Мне, кстати, в какой-то момент написали девушки, сказали, вот мы работаем, мы хотели бы, чтобы о нас тоже рассказали, потому что это трындец, я говорю, формируйте обращение, я зачитаю. Нет, они так в итоге и не стали. Михаил Геннадьевич, наркотики и проституция это новые или уже не новые стержни российской экономики? Нет, это вечные либеральные ценности. Ну, правда, наркотики это стержни российской экономики, а стержни экономики скорее некоторых соседей, из которых нам это счастье заходит. Но, понимаете, а кто крышует у нас отмывание наркотиков? Такой простой вопрос. Вы слышали когда-нибудь про захват какую-то большую порцию наркотиков? Наркоборона посадили, сузят, я не слышал. Михаил Геннадьевич, я слышал, это когда арестовали самолет кокаина, связанный с дипломатическими ведомствами России. Вот это я слышал. так это МИД, это МИД обнаружил в своих рядах черти что, и МИД провел акцию самоочищения. Ну, было на самом деле так. Мы, конечно, все смеемся по поводу российских дипломатов после этого. История была ровно такая, там, какие-то выродки в Аргентине, по-моему, наладили торговлю, потом они попались, и служба безопасности МИД, или как они там у них называется, это дело вскрыло, и это дело все хлопнуло. Хорошо, отлично, одна единственная история. Но понятно, что у нас основные наркотики в страну идут не по линии МИДа, идут по линии, скажем, мягко других ведомств. А кто у нас должен с ними бороться? А чего у нас никто не спрашивает с тех ведомств, которые должны бороться с наркотиками из-за отсутствия видимых результатов? Наверное, потому что результаты там невидимые. Наверное. Вот. Это с одной стороны. А с другой. Михаил Геннадьевич, зачем мы это сейчас делаем? У нас уже вместо спада в экономике отрицательный рост. У нас вместо взрыва хлопок и так далее. Теперь они будут говорить. У нас есть множество невидимых результатов. Ну, я думаю, что борцы невидимого фронта так всегда и говорят. Вот. Вы нам наградите только вверх, эти видимые результаты будут. Чубайша про нано-результаты тоже рассказывал. А что касается проституции, ну, простите, это же в свое время еще Аркадий Дворкович, вице-премьер, рассказывал, что студент не должен учиться, студент должен работать. А если он ЕГЭ сдавал, кем он может работать? Ну, вот проституцию вернее, он вынужден заниматься. и когда у нас говорят официально с трибуны, что студент, стипендия студента не должна быть равна прожиточному уму, то в переводе на русский язык мы требуем дальнейшего, мы обеспечиваем дальнейшее развитие студенческой проституции. Точку. Нам хочется молодого мяса. Говорят все эти почтенные министры, так сказать, начальники и все остальные. Нам хочется студенческого мяса, они говорят. Публичный стрибун. Ну, просто чуть-чуть другими словами. Абсолютно.